Итак, мои хорошие, продолжение следует. Дело в том, что в прошлый раз, напомню вам, у нас оказалась большая разница между точкой P1 и нижним уровнем проймы полочки и точкой P2 и нижним уровнем проймы спинки. Здесь 18,5, здесь 15,5. 15 даже сантиметров. 3,5 разницы я не люблю. Для вточного рукава все-таки 2 сантиметра нужно стараться выдерживать. Поэтому наша задача это откорректировать. Для того, чтобы это откорректировать, вот эту точку мне надо опустить ровно на... Давайте сейчас прямо 16,5 зададим. Вот они 16,5 сантиметров. Вот видите, насколько. Вот настолько я опустила точечку. Нижний уровень проймы на полочке. Значит, я должна... А боковой-то шов одинаковый остается. Как был 16, так и есть. Значит, я его должна тоже опустить. Я опускаю. 16 это у меня будет вот здесь. Так. А моя... Вот эта вот линия, так, здесь 17 была. Она тоже должна остаться 17. Она останется здесь. Ну, на самом деле, я немножечко вот так вот уменьшу. Я знаю, что мне нужно уменьшить раствор выточки. И вот эти 17 я отложу уже вот сюда. У меня пойдет вот такая корректировка. То есть раствор выточки нужно менять. Он уменьшается. Это мы знаем с вами из основного нашего вот такого вот принципа и подхода. Новенькая выточка у меня теперь вот эта я старенькую зачеркну. Так. И новенький боковой шов у меня вот этот. Уже повернутый с поворотиком. Раз. Два. А, припуски я пока не делаю. Так. Новенькая линия талии у меня... Вот она. Эта линия меня уже не интересует. А припуск на обработку новенький у меня вот он. Вот так. И эта линия меня тоже уже не интересует. Давайте оформим пройму до конца и приступим уже к дальнейшему действию. Посмотрим на мерочку ширина груди первая. Она у нас 16 сантиметров. Где мы ее измеряем? Да где-то вот на этом уровне, примерно посерединке от плечей до груди. Поэтому здесь эту контролечку и поставим себе. Значит моя пройма не имеет права заходить за эту линию. Поэтому я беру и просто рисую вот такую вот картину. И добавляю припуск. Сразу добавляем припуск. Полтора, чуть больше чем полтора сантиметра. Вот так и вот так вот нарисовали мы припуск. Дальше, мои хорошие. Вот сейчас вы видите, что у нас получилась полочка с нагрудной вытачкой, которая выходит из центра груди, точенько вниз изделия. Но по модели у нас изделие приталенное. То есть, а мы сейчас построили пока что прямое изделие. Поэтому мы сейчас рассчитаем быстренько талиевые вытачки и нанесем их сюда. Здесь по факту 21. Прибавляем полочку. У нас получилось, ну, грубо 47 сантиметров. 46 с половинкой вот я вижу, да? А я сколько хочу? Полуобхват талии у меня 34. И прибавку по талии я хочу 2. Получится 36. 47 отнять 36, получается 11. 11 я делю пополам. Получается 5 с половиной сантиметров. Это раствор боковой вытачки. Возьму 5. Поэтому по 2 с половинкой сантиметра отложу на полочке, на боковую вытачку. И 2 с половиной сантиметра на спинке. Ну, сделала наоборот. Так как я люблю прямые углы, то я, смотрите, как кладу свою линеечку. Это у меня линия талии. Вот здесь у меня прямой уголочек. И оформляю боковой шов вот таким образом. И сразу добавляю припуски. Припуски у меня будут где-то около 2-2,5 сантиметров. Это моя страховка. Потому что я всегда стараюсь по боковым швам сохранять. Я везде делаю припуски маленькие, а по боковым швам я делаю припуски достаточно большие. Точно так же я оформляю спинку. Вот это окончательная форма моего бокового шва со стороны спинки. И откладываю припуск по боковому шву сразу. Обязательно находите вот эти перекрестки. Как вы ножничками будете работать, чтобы вам было понятно. Итак, от 11,5 у нас ушло с вами на боковую выточку. Передняя выточка. Осталось 6 сантиметров. Нужно их распределить между передней выточкой и задней выточкой. Я думаю, что я сделаю 3,3. Потому что фигурка у моей подружки такая, что у нее хороший выступ грудных желез. И нет никакого животика. Поэтому я немножко увеличиваю талию выточку впереди. И за счет этого уменьшаю талию выточки на спинке. Итак, 3 сантиметра. Где она у меня будет жить. Я люблю, когда она живет не посерединке, между боковым швом и средним швом спинки. А смещается немножко в сторону бокового шва. Тогда наша фигурка и выточка будет стройнить. Нашу платье. Нашу изделие. Нашу фигурку. 3 сантиметра. Значит, полтора влево и вправо. Полтора сюда. И полтора, соответственно, сюда. Выточку вторую сторону могу не рисовать. Вы знаете, что я работаю, как правило, с половинками выточек талиевых. Нарисовали. Теперь, где мне выбрать место для выточки, для полочку. Я думаю, что вот это у нас грудной шарик. Вот такой, да? Значит, чтобы выточка не попала на него, я думаю, что она будет жить где-то вот здесь у нас. Мне так хочется. И мне так нравится. Перпендикуляр к линии талии, это серединка выточки. Она не доходит до линии груди примерно 3 сантиметра. Вот линия груди. Значит, вершинка будет где-то здесь у меня жить. И тоже полтора сантиметра. Полтора сантиметра влево. Полтора сантиметра вправо. И оформляю эту выточку вот таким вот образом. Немножко с прогибом. Немножко с прогибом давайте уже нарисуем по всем правилам здесь. И вот так. И обязательно оформляйте ограничения выточки сверху. То есть вот такие вот линии. Вот такие линии. Ну что, вот можно сказать, эта выточка, эта выточка и вот эта выточка. И мы с вами еще кусочек выточки, помните, у нас есть вот здесь. Давайте проверим, что у нас получилось. По линии груди. 47,5 примерно сантиметров. Что мы хотели? 44 мы хотели и 3, 3,5 и 47,5 и хотели. Посмотрим, что получилось по линии талии. 10, 15, 22, 27, 36. 40, 34, 2, 36 сантиметра. Все хорошо. Давайте оформим лодочку, прежде чем перейти вырезать вот это все. Для этого наши плечи делим всегда пополам. Плечи у моей подружки очень-очень узенькие. И положив вот эту линеечку, нарисуем, скажем, вот так. И бретельки от нашего бюстгальтера всегда живут во второй половинке плечика. Сколько здесь осталось у нас на плечике? У нас осталось 6. Значит, эти 6 вот сюда откладываем. Нашли эту точечку на спинке. Ну и, соответственно, переоформляем горловину спинки. Сильно открывать сзади мне не хочется, поэтому нарисую вот так. Ну и прогибчик тоже какой-то сделать все равно надо. И добавляю припуск на обработку. И посмотрите, как я обрабатываю вот этот уголочек. Это будет очень правильно. Ну вот, мои хорошие, мы с вами справились с построением полочки и спинки. А сейчас нам нужно построить рукавчик. Рукавчик обычно я строю ближе к кромке ткани. Он у нас обыкновенный, простой, вточной. И сначала я выбираю линию среза рукава. Затем я выбираю припуск на обработку данного рукавчика. Ну, скажем, вот так сантиметра 3. Затем я смотрю, на какую длину я хочу получить на своем рукаве. В моем случае это сантиметров 18. Рукавчик у нас короткий. Скорее всего, что мы его еще и укоротим на примерочке. Не хочу я длинный рукав. У нас задумка коротенький, маленький рукавчик. Ну, пусть будет 18. А какая у нас высота оката рукавчика? Давайте посмотрим. Значит, 27 его обхват плеча мерка прибавит. 4 это прибавка к обхвату плеча. Получится 31. 31 надо делить пополам. Получается 15 с половинкой. 15 с половинкой это будет высота оката рукава. Откладываем здесь. Проверим здесь. А вертикальный диаметр проймы должен быть 17 с половинкой. Проверяем, что у нас по факту. Здесь 18 с половинкой. Прибавляем 35. 35 делим пополам. Получается как раз 17 с половинкой. Идеально. Копейка в копейку. Итак, я рисую линию ширины рукава под проймой. Нарисовала. Затем, от этой точки я отступаюсь на величину припуска на обработку данного участка. Я возьму 2,5. Это боковой шов рукавчика будет у нас так. Я откладываю ширину рукава 31 сантиметр. 31 сантиметр у нас вот здесь получился. Так, делю пополам сразу. Получится у нас 15 с половинкой сантиметров. И значит, это серединка нашего рукавчика. Восстанавливаю перпендикуляр. Восстановили перпендикуляр. Соединили эту точку. Это у нас точка В. Кто знаком с построением. Это у нас точка А. Какая-то рукава сейчас построим. Рукавчик будет у меня прямой. Но может быть я его чуть-чуть заужу книзу. Так как он у меня очень короткий, оставлю его пока вот таким прямым. Поэтому нарисую его. Боковые шовчики рукавчика вот так. И добавляем 2 сантиметрика. Вот так. Я добавила припуски, припуски. А теперь строим самокат рукава. Делим переднюю половинку рукава пополам. Заднюю делим на 3 части. Я делю на глаз. Вы делите сантиметрами. Интересует нас вот эта точка. Затем из середин полученных отрезков мы восстанавливаем перпендикуляры. В нижней части вниз. В верхней части вверх. С левой стороны обычно по 2 сантиметра. На рукавчик у нас очень узенькие. Если у нас меньше 32 сантиметров ширина рукава, то эти 2 сокращаются до 1,7. Я их сократила. И вот эти 1,5 у нас сокращаются где-то до 1,3. Вот так вот. И вот так вот я нарисую. То есть я немножечко уменьшаю 1,5 и 2, потому что у нас очень маленький рукавчик. Худенькая у нас ручка. Теперь вот эти точки на спинке я всегда со стороны спинки соединяю. Сразу добавляю припуски 1,5 сантиметра. Потом кладу пенечку вот так. По касательной соединяю вершинку перпендикуляра верхнего и самую верхнюю точку. Вот. Добавляю припуски. Переворачиваю линейку. Соединяю одновременно 3 точки. Эту, эту и вот эту. И опять провожу. Вот так. И довожу припуски. Сколько у нас, Володя, по времени осталось? 5 минут еще. 5 минут. Хорошо. Как раз мы успеваем. Дело в том, что на этом построение лифа мы закончили. Мы прервемся. И я вырежу это без вас, чтобы не тратить наше время. И мы на следующем видео будем с вами строить юбочку. И добавляем вот так вот припуски. Вот, собственно говоря, и все. И наша последняя проверка, которая мне нужна, обязательно контроль должен быть. Еще раз проверяю ширину рукавчика. Сверяю 31 с тем, что хотела. И высоту оката рукава. Она у меня 15 с половиной. Тоже сверяю с тем, что я хотела. Вот, собственно говоря, и все. Беру ножницы и начинаю работать. Продолжение следует.